Его друзья по комсомольской юности временами называли его дядей Стёпой. И ростом удался, и характер схож. Накануне знаковой для магнитогорской милиции фигуре Александру Разумному исполнилось 70 лет. Юбилей председатель Совета ветеранов УВД Магнитогорска встретил буквально на рабочем месте, в ведомственном музее, куда собрались друзья и коллеги Александра Акимовича. Нашлись тёплые слова поздравлений и у нашей съёмочной группы. В музей ОМБД разумный входит как к себе домой, и это не образное выражение. Мало того, что знает наперечёт все экспонаты, многие артефакты, вещественные свидетельства героического пути магнитогорской милиции Александр Акимович принёс из дома. Это сегодня те, кто пришёл поздравить юбиляра, убили нысединами. А были времена, когда одно упоминание первого командира магнитогорского ОМОНа Михаила Швеца приводило в ужас негодяев всех мастей. Становление самых боеспособных подразделений магнитогорской милиции, а потом полиции, происходило при прямом участии и под руководством разумного. Когда мы вместе прошли первую войну в Чечне, в районе Гудермеса, Александр Акимович представлял наше подразделение. Представитель мог приехать и уехать. Александр Акимович решил разделить с нами судьбу сотрудника спецподразделения и пробыл с нами целых два с половиной месяца. Конечно, не сразу наш герой занял руководящие посты. Путь его к большим звёздам на погонах уникален, как биография любого человека и типичен, как милицейская фуражка. Срочная служба в армии, институт, комсомольская работа. Уже тогда, рассказывает Владимир Киржацких, Саша был заметным и дело не только в высоком росте. Ответственность, помноженная на самодисциплину, вот что отличало разумного от сверстников. А самое главное, принимая служение закону как высшее предназначение, Александр Акимович и тогда, и сейчас умудрялся быть открытым, мягким в общении и коммуникабельным. 38 лет пролетело как один миг. Но что интересно, Александр Акимович каким был, таким и остался. Человек с большой буквы. Настоящий милиционер. Настоящий офицер. Офицер, для которого понятие честь, долг, не пустой звук. Очень ответственный, очень порядочный. Про таких говорят, с ним можно идти в разведку. Что значит можно? С ним ходили и в разведку, и на задержание. Его бросали на самые проблемные участки, зная наверняка, разумный справится. Когда-то в школе маленькая девочка Света обратила внимание на статного, но помладше пацана. Говорит, выделялся не только ростом, но и обаянием, и внутренней энергией, которую буквально излучал. И сохранил до сих пор. Их жизненные дороги то сближались, то расходились. А ту трогательно-юношескую дружбу удалось пронести сквозь годы. Вот смотрю на его фотографию, что же пожелать Саше, которого знал Саша сейчас. Конечно, он для меня Александр Акимович. А тогда был просто Саша. Доброго здоровья, всего самого-самого хорошего. Доброго в семье, доброго его детям. Ну, всего самого хорошего. Что можно пожелать, я ему желаю. Скажем честно, за почти 30 лет личного знакомства мы впервые увидели Александра Акимовича таким растерянным. Во-первых, встреча старых друзей была сюрпризом. Во-вторых, и главных, разумный больше привык поздравлять других, нежели самому выслушивать заслуженные слова. Сегодня в его подчинении незаметная, но очень важная организация. Совет ветеранов городского УВД. Один численный состав, чего стоит. Численность ветеранской организации больше, чем штат городского УВД вместе взятых. Очень радостно, когда встречаешь человека, он говорит, спасибо, что не забыли. Хотелось бы, чтобы те традиции, которые заложили наши учителя, но остались для следующих поколений сотрудников правопорядка города. Сегодня я ни о чем не жалею. Я действительно, когда говорят, почему, я говорю, да потому, что вот нужен людям, так сказать. Очень нужен Александр Акимович, хотя бы для того, чтобы не забывать, каким должен быть настоящий полковник. Игорь Гурьянов, Алексей Абашин, телекомпания ТВИН.